После ярких и насыщенных бабочек вяжу изделие попроще. Попроще по силуэту и по содержанию. Содержание вертикальной полоски. Но эти полоски являются основой для очень интересного узора. Что это за узор? Смотрите в следующих видео. А сейчас хочу поделиться с вами хитростью, моим способом ставить метки на вязальной машине. Спросите, зачем? Если на каждой вязальной машине и так есть метки по 10 игол. Да, но рапорты у нас бывают не 10 игол. И что делать? Можно рисовать. Но эти нарисованные черточки стираются со временем. Смотрите, как можно разметить вязальную машину так, чтобы эти метки не стирались на протяжении всего вязания. Если вы вяжете узоры, неважно какие узоры, на вязальной машине, вам нужно отслеживать рапорт. Если он выходит за рамки десятки, отмеченные на вязальной машине, запутаться, очень просто. Я вам предлагаю решение проблемы. Первое. Это метки на вязальной машине каким-то смывающимся маркером. Например, карандаш для глаз, бровей. Приобретал я его на Алиэкспрессе, буквально за 20 рублей. Стоит дешево, но при этом отлично выполняет свою функцию. Вот он. Прекрасно рисует на вязальной машине. Не портит ее и очень легко снимается. Да хоть пальцы можно стереть. Если пальцу ничего не будет, машинка чистая. Но есть еще один элемент. Если у меня среди вот этих меток есть еще разделитель, как их делать? Я рекомендую вам старый проверенный способ. Бумажная малярная лента. Отрезаете тоненькую-тоненькую ленточку. Совсем чуть-чуть. И наклеиваете между иглами. Машина прекрасно приезжает сверху. Не снимает, не издирает эти ленточки. И они прослужат вам в течение вязания всего изделия. Их прекрасно видно. Белую ленту можно покрасить разноцветными маркерами. И у вас разделители рапорта. Не запутайтесь, не потеряйтесь. Закончили вязать. Легко снимается. Никаких следов на вязальной машине.